Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет вот такое реле времени VL65UHL4. Коротко расскажу, что это такое и что из себя представляет. Это реле времени электронное, как я уже сказал VL65UHL4. Реле времени используется для коммутации электрических цепей с фиксированными предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующие изделия. Реле VL65UHL4 обеспечивает переменное включение и отключение нагрузки через введенное значение времени. При подаче питания отсчитывается выдержка паузы, после переключаются контакты на выходы и идет счет выдержки импульса. Причем обе выдержки устанавливаются независимо и позволяют плавное регулирование. Данное реле уже снято с производства. Ему на смену идет другое реле следующего поколения VL178. Кому интересно, поищите в интернете, там все увидите. Ну что, теперь начнем разбирать, смотреть что там есть внутри. Корпус, как вы видите, у него выполнен из пластмассы. Для этого в двух местах приподнимаем. Так, теперь вот так оно выглядит внутри. Сразу смотрим. Здесь два резистора. PPB-3B. Согласно справочнику, тут небольшое количество палладия присутствует. Насколько я понимаю, он находится вот в этих зажимах, в крайних. Тут и тут. В зажимах, насколько я знаю, палладий 7%. Ну, попозже разберем и проверим наличие. Сниму я один зажим и горелкой проверим, есть там палладий или нет. Далее, что мы видим. Две микросхемы. КР512, PS10. С содержанием золота. Конечно, содержание там небольшое, но на килограмм таких микросхем содержание золота будет около 3 грамм. Далее смотрим. Тут конденсаторы неприемные. Вот тут мы видим один КТ-815 и им подобный с содержанием по золоту. Обзор по таким транзисторам. Вернее, транзистор это называется. На моем канале есть. Ссылочка будет вверху. Дальше. Есть вот такой конденсатор. К5024, он неприемный. Ну, и вот тут контакты. Немного посеребрения есть. Контакты на меди. И вот такой вот диод с позолоченной пластинкой. Вон она. Внутри. Сейчас я поставлю на паузу. Сниму все, что здесь необходимо. Флажок с содержанием посеребрения. И потом мы продолжим. Так, друзья, продолжаем. Вот что удалось снять с реле. Стеклянный диод. Никак не фокусируется. С позолоченной пластинкой. Вот он. Одна штука. Две микросхемы. КР512, PS10. С содержанием позолоты. Ну и вот. КТ605. Транзистор. Также с содержанием позолоты. Ну и сейчас мы с вами проверим на содержание палладия. Зажим от резистора. Нагреваем до красна. Если потемнеет, изменит цвет. Значит палладия там нет. Смотрим на зажим. Цвет изменился. Значит палладия тут нет. И в справочнике не актуальна информация. Хотя может быть она и актуальна. Просто допустим год выпуска другой у этого реле. И туда уже не добавляли палладий. На этом обзор закончен. Всем кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok